Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор сайта Изба Вязальня. И сейчас мы с вами провяжем образец с вертикальными полосками. Вязание простое, но требует небольшой усидчивости, потому что мы провязываем по одному ряду каждым цветом. Один ряд, это означает, что мы после провязывания должны возвращать каретку за следующей ниткой, потому что у нас две нити, и каждый раз у нас получаются нитки с разных сторон. Итак, начинаем узор. У меня был провязан желтый, видите, у меня желтые петли. Сейчас следующий ряд синий, один ряд. И начинаем формирование ряда петель. Я беру линейку 1 к 3, выдвигаю иголки. У меня получается так, что через одну иглу идет узор, видите, чтобы не думать. Можно делать метки на машине, можно при помощи линейки. Теперь моя задача снять вот эти вот петли, выделенные, выбранные, на какой-то предмет. Можно на петельку, можно на спицу. Я снимаю на скрепку. Просто на скрепку петлю, и она остается висеть, никуда не денется. Скрепка, видите, просто разогнута и очень удобно пользоваться. И она прекрасно выполняет вот эту функцию удержания петель на какое-то время. За счет того, что длинные дужки, петли никуда не денутся. Итак, первый синий ряд провязан, начало узора. И на первом же синем ряду я убираю синие петли. Иглы, которые я сняла, уходят в заднее нерабочее положение. На протяжении всего вот этого узора, всего ряда, остаются в заднем положении. Синий ряд провязан, следующий ряд желтый, но у меня нитка с другой стороны. Поэтому все иглы в переднее положение. Переводится каретка и провязывается желтый ряд. Если у вас какие-то другие способы перевода кареток, рычаги, отключения каретки, подъема ее или еще что-то, применяйте то, что есть на вашей машинке. Один ряд. Видите, петли как висели на скрепках, так и висят, никуда не денутся. Один ряд синий. И приходится возвращать каретку за желтый. Один ряд желтый. Один ряд синий. И так далее. Я буду провязывать 6 рядов. Самое главное, что когда я провязываю, вот сейчас у меня, видите, синяя петля, значит пойдет синий ряд. Синие петли. Были желтые, синие, желтые, синие. Такими они идут по очереди. Сейчас у меня идут синие петли. Я синие петли начинаю, я синей ниткой должна закончить. То есть я провязываю столько рядов, сколько хочу. Самое главное в этом узоре, что я начинаю цветом вот этих петель и этим же цветом заканчиваю. Провязываю, когда последний синий ряд, это у меня будет шестой ряд, начинаю подъем петель. Привязала 6 рядов. Последний ряд синий. Вот он. И синие петли на иглах. Теперь беру петлю ловителем, снимаю петлю со скрепки. Скрепка пока не нужна. И поднимаю петли. Но не каждую, а через одну. То есть желтая у меня просто ставится на иголки, а подцепляю я за язычок. Синюю, видите? Я подцепила синюю и завернула. У меня синяя петля. Желтая у меня остается на петлю ловителя. Подцепляю я под язычок. Синюю у меня синяя петля. И последняя. Синяя петля закончена. Я сделала синий ряд петель. То же самое делается с остальными. В итоге у меня получается подъем лицевых петель одного цвета. Так, я подняла синие петли. Синий ряд. Следующий ряд желтый. У меня желтая нитка с другой стороны находится. Я перевожу каретку в желтую нитку. Провязываю ряд желтый. И делаю все то же самое. Выдвигаю иглы как мне нравится, как мне надо. И по отмеченным иглам снимаю петли на скрепки. Только теперь они уже будут желтые. Вот напротив желтого ряда я их снимаю на эти же самые скрепки. И вот эту операцию повторяю столько раз, сколько мне нужно. Единственная проблема, что сложно ориентироваться на счетчик. Потому что у нас получаются лишние провязанные ряды за счет перевода каретки. Шесть рядов. Последний ряд желтый. И выполняем вот эту операцию еще раз. Получаем вот такой очень интересный, необычный узор, который надо смотреть с изнаночной стороны. Если вам понравилось, нажмите нравится, поделитесь с друзьями. А также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи на сайте СБА Вязальник, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Жду вас в нашей школе машинного вязания. Ваша Наталья Некрасова. Субтитры сделал DimaTorzok